После сильного пожара крыша дома разрушена полностью и больше напоминает решето. Здесь зияют огромные дыры, через них можно рассмотреть во всех деталях неба. А в подъезде дома до сих пор стоит стойкий запах гарри. Огонь уничтожил не только крышу, повреждена и отопительная система. Из-за нарушенной вентиляции в доме отключен газ, нет и электричества. Потолки в квартирах на верхних этажах продолжают протекать. Обвесла плита на откосе у окна, то гляди, рухнет на голову мне. Вода продолжает течь по потолку и там, где оторвано. В другой комнате та же самая история. Все течет. Сколько дождей, столько у нас в квартире воды. В квартирах очень плохо. Я не живу там, но я ходила туда. Все пролито и в подъездах, в подъезд насквозь пролито. Это самый грибок начинает, это самое уже начинает оживать. К ремонту крыши приступят в ближайшее время. Специальная комиссия при городской администрации признала произошедший пожар чрезвычайной ситуацией. Средства на восстановление кровли направят из специального резервного фонда. Мы приняли решение выделить деньги из резервного фонда. Это где-то 9 миллионов 300 тысяч рублей. Для того, чтобы ремонтные работы начать без конкурсных процедур. Закон нам это позволяет. Постараемся, чтобы в четверг, в пятницу к вам уже здесь вышли строители. На время работ жителям окажут социальную помощь. Предоставят помещение для временного размещения. Так как жители есть и с детьми, и приостарелы. Поэтому каждый человек, который обратился сегодня с проблемами по помещению детей, мы сегодня определили, может быть, какие-то семьи вместе с детьми поместить в наше социальное учреждение. Это социальная гостиница. Другой вариант поместить на гемной стационар, потому что есть и больные люди. К решению вопроса подключилось и региональное министерство ЖКХ. Адрес Масленникова, 19, запланирован в программе капитального ремонта на 2017 год. Ранее на общем собрании жители выбрали вид работы ремонт крыши. Сейчас им нужно провести собрание еще раз, чтобы выбрать другой вид работ. Поскольку кровлю вам сделают в этом году по срокам, коллеги подредактируют меня, когда это будет сделано, в этом году будет при наличии набора документов, которые я вам скажу, то есть вы опять проводите общее собрание жильцов. Если нужно, мы туда приедем. Где решаете в рамках капитального ремонта 2017 года провести ремонт фасада. По предварительным оценкам специалистов, восстановление крыши дома займет не меньше месяца. Выгорело больше 1200 квадратных метров. Теперь здесь нужно восстановить стропильную систему, обрешетку и покрытие, а также отремонтировать систему отопления. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События.